Всем привет! Настюха у нас бежит кататься на велосипеде с антисептиком. Ну оставь тут. Давай. А у нас тут появились вот такие рецикуляторы. Как-то так называется рецикулятор. Там сбоку можно увидеть, как светится лампа. Видите? И он обеззараживает воздух, убивает вирусы, микроорганизмы. Мы решили его в коридоре повесить, потому что мы заводим с улицы, и, например, что-то на одежде есть, чтобы он это все убивал. А Алиска все смотрит мультики и жует мороженое. Ой, упал! Кто там упал? Ой, разбился. Что там разбилось? В общем, она комментирует все мультики. Алиса подросла, и вместе с ней подросли ее мультики. Из малышариков она начала уже смотреть смешарики. Я сейчас хочу сделать уборку на кухне. Такая пришла, и думаю, кто бы это мог понаписывать. Явно не Алиска. Ну, а зачем тогда так калякать? Не пойму я вообще, кому это пришло в голову. Костя сегодня ездил в магазин, закупил некоторых продуктов. Сейчас надо разобраться, что к чему. А Алиска, кстати, начала есть зефир. Приходит и говорит, пироженки и берет. Сейчас, когда карантин, мы очень рады, что все-таки у нас так много игрушек разных. Потому как ребенка есть чем развлекать. Вот сегодня она и лепила уже. Она во все играет, во все, что у нас вот здесь есть. Вам иногда кажется, что очень много этого всего. На самом деле ребенок играет то в одно, то в другое. Маха. Маха меня преследует. Она просто постоянно хочет ласки. Ночью приходит, лезет мне чуть ли не в нос. Вот ей надо поближе лечь, понимаете. Прямо упереться уже во все, во что только можно. На улице сегодня такое солнышко. Но когда я выходила, такой ветер прямо ужасный, холодный. Поэтому я, наверное, гулять не пойду. Вот видите, я к окну и она за мной. Она уже здесь под ногами. Я, кстати, вечером еду к врачу. Я записалась. Оказывается, еще частные врачи в одну из клиник принимают. Только до 38 температуры, если. Уже накатался? Ну я в лес и обратно. Я не закрыла там дверь. Это у нас хозяин, кстати. Да, я знаю. А ты поэтому не закрылась? Да нет. Я думаю, он сам ко мне побоится заходить. Он же знает, что я болею. Гарко, что ли, капец. Жарко? А воздух, ветер холодный. Еще одна. Тоже попила с бутылки, с которой, скорее всего, я пила. Папа! Потому что ты эти бутылки раскидываешь по всему полу. У вас семейные. Посмотри, раз, два, там где-то три еще видела. Нет, моя только одна. А вот та. Ты можешь себе подписать бутылку и с нее пить? Можешь? Вот та, наверное, папина. Хотя папа подписывал. Это и не папина, и не моя. Она не подписана. Я сейчас разбираю Лискин комодик. Реально очень много у нас вещей. И вроде как они все и подходят. Вот разложила здесь футболки. Ну, это бодики. Это просто футболки. Это кофточки. Это бодики с длинным рукавчиком. Это просто кофточки. Это, кстати, вещи, которые, помните, я как-то купила, я вам показывала. На вырост немножечко. 104 платьица там всякие. Купила. Я думала, ну, весной поносит. Сейчас прям счастлива, что купила заранее. Уже все магазины закрыты. Одежду уже не купишь. И это еще очень надолго. А в нижний ящик сложила костюмчики. Именно костюмчики. Платьица и пижамки. Такую навела ревизию. Не помещаются в комод вот эти всякие теплые пижамки, кигуруми. И у меня мысль это потому, что комод все-таки рассчитан на совсем малюсеньких деток. Там, чтобы сложить ползунки, всякие памперсы. А для таких деток, как Алиса, уже... Ну, ей еще трех нету, но ведет она себя уже на три вполне. Уже нужен, наверное, шкафчик какой-то побольше. О, носок. В общем, буду сейчас думать, куда это все сложить. Есть идейка? Может быть, сюда? Так, идейка с треском провалилась. Тут лежат полотенца. Нам здесь реально очень не хватает шкафов. Именно для одежды. У нас как бы вообще ни одного нет. В коридоре только такой небольшой. И в коридоре комод, в который я свою складываю. Смотрите, Алиса уже достала книжечки из вот этой Little Library. И они такие классные. Мне так тоже понравились. И ей понравились. Мы только что с ней рассматривали. А потом она берет, вот так их все попереворачивала, и начинает складывать пазл. Я даже не поняла, что здесь пазл. Она взяла вот это все, сложила в картинку. И получилось, что они валяются в луже. Чуть не сказал, купаются в луже. Вот такой пазл. Так что иногда она уже быстрее меня соображает, что к чему. Все киндеры, что нам попадались, их уже такая куча у нас собиралась. У нас же любители киндеров все. И Настя, и Катя, и Алиса. Такие прикольненькие. Собачка идет по дороге, да? Разве можно ходить там, где машинки ездят? Нельзя там ходить. Машинка может наехать. Можно пасть. Машина пасть. Сегодня мама моя очень смеялась. Алиса к ней любит ходить. И с той целью, чтобы Алиска ей туда никаких микробов не принесла. Второй рециркулятор мы повесили к бабушке. Костя повесил. Чтобы вот когда к ней пришли, там Настя, Катя, Алиса, она потом могла включить, продезинфицировать воздух. И меньше будет риск заразиться чем-то. А зачем такая длинная дырка? Любокая. А где сама лампа? Лампа у квартиры еще. Держится? Надеюсь. Ты вкручиваешь прям. Ой, ты еще как держится? Вообще его оттуда не вынимешь теперь. Батон уже тут как тут. Он сказал, при ней можно находиться в комнате, когда она включена. О, все. Красивая. Тебе под интерьер подходит? Все устраивает? Так вот, она так смеялась. Говорит, смотрела что-то там с Алисой. И в конце Алиса говорит, подписывайтесь на канал. Подписывайтесь на канал. Комбалы. Куда? Комбалы? Мы сейчас будем тут порядки наводить. Потому что уже реально все везде валяется. Ребенок-то, конечно, всем играет, но вот так вот оно остается часто. Все за собой она пока не убирает. Так. Так, и что же мы там решили взять? Так, деловуша. Кого? А ну, неси-ка, что ты там нашла? Тут у нас дома много можно интересно найти. Ух ты. Неси, посмотрим, что там. По сути, это были игры, которые лежали ей немножко на вырост. Так, смотри, здесь девочка и одежда для девочки. Будем одевать девочку, да? Это шортики. Так. Платье. Платье. А платье с шортиками разве надевается? Ух ты. Старайся, положи как надо. Угу. Ну, почти. Смотрите. Сладенько сопит батошка. А я уже вернулась от врача. И он мне сказал, что в легких у меня нормально, а все вот это остальное, там и фаренгит, и трахеид, и ларенгит. Эй, вы это видели? Расчесал меня когтем. Типа не болтай, когда я сплю. В общем, все это есть. Он мне тампана выписывал всякого и лазалвана, и перцовый пластырь на ночь, на грудь, 7 дней подряд, по-моему. Похвалил меня за протефлозит, что я его пью противовирусно. Я сказал, еще долго его пить. И сказал, что знает эти капли, и что они даже герпес-вирус убивают, поэтому они хорошие. То есть, говорит, многие к ним относятся, как там какая-то травка, но на самом деле они реально хорошие. Похвалил за антибиотик, что я правильно выпила ударную дозу сначала 2 штуки, и на следующий день стала пить одну. Сказал, что это тоже все правильно. К счастью, оказалось, что одна частная клиника, я не знаю, в городе кто-то может быть еще, но в этой клинике еще принимали, принимают сегодня, принимали, во всяком случае, людей с температурой до 38. Но, понимаете, я была очень сильно удивлена, я захожу, и доктор сидит просто в этой голубенькой повязочке. Все. Я честно вам скажу, да, мне многие пишут паникер там и все такое. Да, я паникер, действительно, но я не одна такая, потому что передо мной у него был парень, который задыхался. После меня пошел тоже парень, и врач мне даже сам этот сказал, что сейчас у всех людей идут панические атаки, им всем кажется, что они задыхаются, и что слишком прислушиваются. То есть, это сейчас у многих такое происходит. И даже у меня друг есть, который тоже заболел, и мы списываемся, узнаем, кто как себя чувствует, потому что очень похожие симптомы, прям чуть ли не один в один. И у него тоже страхи, что он задыхается. То есть, это сейчас вообще нормально в нынешней панической ситуации. Вот просто вы смотрите видео, да, и вы думаете, та паникерша, а вот если вы сами заболеете в этой ситуации, и вам будет тяжело дышать, посмотрим, как вы к этому отнесетесь. Сказал мне делать ингаляции, ну, в общем, буду лечиться. И сказал, что вначале все равно был какой-то вирус, а потом уже оно пошло, вот это все, ларингит, там, трахеид и так далее, на бронхи. Вот, поэтому начиналось все равно с какого-то вируса, а с какого, это же никто не может сказать. Ну, учитывая, что Настя чем-то переболела, помните, я еще шутила, Настя пришла, 37,2 принесла во влоге, и она там кашляла тогда, и у нее температура до 37,6 была. Ну, можно предполагать, что я тоже самое подцепила, чем она болела. И хочу еще ответить на комментарии по поводу того, что я вот сидела-сидела в самоизоляции, потом спустилась вниз, и внизу хожу без маски. Ну, просто мне не получается каждый шаг своей жизни снимать, вот прям все постоянно, поэтому какие-то моменты я упускаю, которые вам непонятны. Я уже рассказала, что сверху я решила, приняла решение переместиться вниз из-за того, что у меня пошли сильные бронхоспазмы, мне помог ТВГИЛ, это лекарство от аллергии. И я подумала, что у меня аллергия на енота идет, температура на тот момент была упала, а потом здесь внизу она опять начала расти. И я сюда переместилась в маски, но Алиса во всю эту маску меня заставляла снять. Она кричала, сними, сними, и лезла сама руками снимать. Поэтому, если я сама не снимала, то она лезла и хотела вообще ее трогать. В итоге я приняла решение, что я сниму маску, потому что, ну, по-другому здесь никак не получалось. Кто такой красивый идет, чистенький? Ты покупалась, смотри, чистенькая маска. Чистая Алисочка, да. Хорошо покупалась? Попукалась. Попукалась. Вот любит воду, эту пену в рот. Да она все любит в рот. Вчера салфетку заживала, представьте, вытащила из пачки, и мы у нее изо рта забрали. Прям засунула полностью в рот. Нормальную еду есть не хочешь, а всякую каку тянешь, да, в рот? Пойдем одеваться. Поведение красное, пошли.